И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, наконец-таки я собрался с мыслями и готов записать для вас новый игровой видеоролик. Вчера у нас вечером на стриме мы тестировали новые интересные вооружения и нашли одну интересную комбину, а именно Dica Freeze с дроном Ловкач, который сегодня я бы хотел вместе с вами обкатать, рассмотреть и выдвинуть такую теорию, что это вооружение даже смотрится интереснее, чем Hornet Freeze, который мы относительно недавно вместе с вами тестировали. Поэтому скатаем сегодня пару боев, надеюсь на то, что эти бои будут на не супер больших картах и постараюсь вам показать, почему же все-таки это вооружение смотрится интереснее, чем Hornet Freeze. Ну и в действии посмотрим, как это все дело будет у нас работать. По устройству на Freeze у нас адреналин, на диктатор я взял иммунитет от Эмми, если что мы его сможем поменять, вчера я даже очень долгий период времени катал с иммунитетом от пробития, ну и по режимам сегодня сыграем регби и сыграем CTF, два режима, в которых нужно либо доставлять мячи, либо доставлять флаги и посмотрим, насколько все это дело будет эффективно работать. Если сравнивать диктатора и Харька, то Харек у нас является более быстрым корпусом диктатор. Это корпус, который будет иметь большее количество здоровья, но меньшую скорость. Но в связи с тем, что мы используем дрон Ловкач, то скорости у нас по сути хватает. И этот дрон, который преображает, можно так сказать, наше вооружение и дает очень-очень хороший буст ему. Ну, запикивает нас на карту, в которой мы уже проигрываем и я бы сказал, что здесь надо будет сейчас очень сильно запотеть, чтобы камбэкнуть эту катку. Но постараемся это сделать. У противников сейчас первые овердрайвы, конечно, будут. Ну и также, если сравнить овердрайв диктатора и овердрайв Харька, то овердрайв диктатора в нынешних реалиях смотрится куда интереснее. За счет того, что как минимум вы за каждый прожатый овердрайв себе даете дополнительные очки. Плюс, ко всему прочему, вы имеете на протяжении 9 целых секунд повышенный урон. Ну и у нас уже есть возможность доставить первый флаг, вернее мяч. Но, к сожалению, противник здесь блокирует. Ну и думаю, что эта катка будет довольно-таки тяжелая. Ну попробуем, посмотрим, что у нас получится. Понятное дело, что не самый лучший бой, когда тебя запикивают на 0-1 и уже ты улетаешь. Но и в таких боях нужно стараться выигрывать, а не просто выходить. Команда тоже что-то как-то непонятно, как по мне действует. Дает противнику возможность доставки. Но мы будем сейчас стараться... Эти простые доставки противнику как минимум не давать. Но уже улетаем на 0-2. Скоро у меня будет овердрайв. Ну как скоро, 50% у меня только набито. Но пока что нас прессует и прессует очень жестко. По фрезу с адреналином скажу, что он является очень-очень сильным. И это, наверное, та пушка, которая сейчас на ближних бойках будет наносить, ну, наверное, самое большое количество урона, которое есть. Если и сравнивать, то сравнить можно этого фреза с изидой с вампиризмом. За счет того, что она будет хилить себя, она сможет тоже держаться неплохо. Но адреналин, когда у вас начинает падать хп, дает уже большее количество урона. Плюс критический урон, когда на полторушку вылетает. Это очень и очень жестко. Ну и также нужно не забывать, что эти криты могут быть, например, два подряд. Да, если у вас будет два подряд крита, то, скорее всего, противник даже не успеет поражать аптечку. И вы очень просто сможете уничтожить противника. Но пока у нас в бою, если честно, ну, все как-то очень-очень тяжело. Да, будет у нас скоро овердрайв. Нужно будет постараться его поражать грамотно, раздать на своих тиммейтов и попытаться доставить первый флаг. Все-таки, если мы будем сливать эту катку в сухарик, то это будет очень-очень плохо. Поэтому будем стараться сейчас его как-то где-то реализовывать. Явно не в этом моментике. Но где-нибудь сейчас подбираемся к доставочке. И если будет возможность доставить, то будем пробовать это делать. Так, Васпик едет на хорошую траекторию. Сейчас был бы рядом со мной какой-нибудь тиммейт. Я бы точно раздавал бы овердрайв. И еще один из плюсов работы долгого овердрайва. Вернее, я имею ввиду критов диктатора. Ну, можно сказать, да, долгая работа овердрайва. Это то, что вы даже прожимая овердрайв на своей базе, даже на такой карте, как магистраль, доехав практически до вражеского спауна, будете иметь критические уроны. И за счет этих критических уронов сможете уничтожать очень легко оппонента. Давайте я даже тут, наверное, пожимаю овердрайв. В связи с тем, что нас тут уже пробуют. Ну, боже ты мой, я все свои криты просто потратил у себя на респе. Из-за того, что так долго поворачивался. Можно было доехать до вражеской базы и там уже этих критов тоже покидать. Пробуем доставлять. Ну, чуть корпус мой повело и не получилось. Но, в общем и целом, да, если сравнить дикофреза и хорифреза, то я заметил то, что на харьке эта скорость, которую вы имеете, она не так сильно вам нужна, как дополнительная хпшка. То есть, с диктатором, с лавкачом, у вас и так очень большая скорость имеется. Плюс у вас есть корпус, который может, если что, заблокировать очень грамотно. Ну, и не так легко переворачивается. И все это в совокупности, как по мне, дает вам возможность очень неплохо реализовывать эту комбину. Ну, и, как ни странно, она, как по мне, смотрится куда более жестко. Жестко, да, понятное дело, что по этой катке пока что ничего особо не понятно. Да, в связи с тем, что мы здесь летим, и летим довольно жестко. Хотя, по сути, 2-0 только, да, и противник даже при таком раскладе, при таком составе, если посмотреть, что у нас, что у противника, держимся как-то и что-то пытаемся здесь сделать. Но главный акцент, конечно, нужно делать на доставке мечей. И пока что у нас, к сожалению, этих доставок нету. Противник дефит, и никак доставить у меня лично не получается. Будем, конечно, сейчас еще все пробовать. Еще целых 5 минут у нас есть в этой катке. Падает еще центральный овердрайв сверху. Попробуем сейчас через низ разыграть. Противники на паладинах прыгают. Ну и у нас есть шанс доставить первый флаг. Ой, если б только не этот мамонт. Мамонтелла. Какое же мамонтелла? Ой-ой-ой-ой, аптечки нету. Блин, ну если б не мамонт, я бы точно доставлял бы первый мяч. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного в этом нету. Будем пробовать дальше. У нас уже очень хорошая попытка на доставку только что была. Соответственно, я думаю, что мы сейчас еще сможем примерно такие же попытки получить. Надеюсь, что он не возьмет мяч. Это хорошо. И теперь наша задача через всю ту же самую траекторию попробовать доставить. Страйкер пытается сводиться, но у него ничего здесь не выйдет. Нужно, 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 быстро, быстро, быстро. Отлично. Доставка первая есть. Страйкер, то, что он там сводится, но это очень долго, да. То есть, в таких таймингах нам хватает времени для доставки мяча. У меня появляется овердрайв. И это значит, что у нас сейчас будет еще одна хорошая попытка. Возможно, даже на... На 2-2. Так, вас поезиды здесь катают. Пробуем наносить урон. Мне бы хоть какого-нибудь бетимейта сейчас рядом. Я бы мог бы сразу же прожимать овердрайв. И стараться вести бы следующий. Давайте жмем. Не сказать, что это суперграмотный овер. Ну, хотя бы, чтобы противника слить. Даже и то не добил второго. Ну, наверное, поторопился здесь. Все-таки без аптечки прожимать овер было глупо. Чуть раньше надо было это делать. Пока еще баллон был. Так я весь баллон потратил. Ну, давайте пробовать. Даже без овердрайва. Сейчас сливаем. Бомбочка. Только под бомбу не попасть. Блин. Подавление кинуло. Подавление, конечно, сразу сбивает нитрулов кача. И, по сути, у вас становится обычная расходка. Это плохо. 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 Не успел мяч выкинуть. Хотел еще мяч вперед кинуть. Так. Ну, тиммейты пока что сейвят. И это хорошо, что они сейвят. Ну, и даже когда вы прожимаете не совсем грамотный овердрайв, но вы стоите рядом со своими тиммейтами, это уже не такая плохая реализация овердрайва. Потому что нужно понимать, что с каждого вашего овердрайва вы получаете дополнительные очки на диктаторе. И даже если вы его неграмотно реализовали, да, ну, в моем понимании, грамотная реализация, это когда вы там сумели слить большое количество противников и попробовали доставить флаг, да. Но у вас, например, в этом моменте у вас этого не получилось сделать, да. Но нужно понимать, что вы очки-то свои получили, правильно. И это уже неплохая реализация своего овера. Потому что вы уже с него что-то дополнительно заработали. И, соответственно, у вас начинает копиться новый овердрайв. Набиваете новый овердрайв, получаете опять очки. И за счет этого саппорт овердрайва вы нафармливаете свою дополнительную очковую, можно так сказать, систему, да. Ну, а, например, на харьке у вас такой возможности нет. Там, если вы не реализовали хорошо свой овердрайв, то вы с него и дополнительно ничего не получили. А если вы ничего дополнительно не получили, соответственно, вы просто копите новый овердрайв без никакого дополнительного получения очков. Поэтому уже также в этом компоненте диктатор тоже смотрится интереснее. Но по этому бою, конечно, тяжело что-то сказать, в связи с тем, что мы тут улетаем. Но хотелось бы еще одну доставочку сделать. Может быть, получится сейчас ее оформить. Было бы неплохо, если бы мы ее оформили. Hunter прожимает неплохой овердрайв, минута 20 до конца. Пробуем, пробуем, пробуем сейчас улетать. Оверпад ведь сверху. Ну, а наша задача доставить. Может, даже тиммейт доставит. Нет, доставки нету. Обрабатывает чья-то бомбочка. Харечек пытается уйти. Без расходки пробуем накидывать урон. У меня есть еще один овердрайв. Ну и на протяжении этих 50 секунд было бы неплохо его реализовать. Ну и сколько здесь было минут, когда я запикивался? Вроде как около 10, да, было? Вроде как около 10 было. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо сейчас я сыграл. Хочу и доставку противнику. Нет, не дали. Или дали. Дали. Походу доставят. Но чуть-чуть зацепился я за стенку. Не зацепился. Можно было бы успеть всех их унести и изберить. Было бы вообще идеально. Но, к сожалению, чуть-чуть не получилось. Ну ладно. Не будем сильно расстраиваться. Поэтому будет тяжело что-то здесь сказать. Но свои очки, конечно, я тоже заработал. И заработал очень неплохо. 26 килов. Катки, в которой у нас было нереально большое сопротивление от противника. И где было мало нормальных тиммейтов. Ну и теперь пробуем пикнуть, наверное, еще одну катку регби. Я хотел сегодня скатать и регби и CTF. Но, в моем понимании, регби смотрится поинтереснее. Соответственно, мне бы лично хотелось бы, чтобы нас сейчас запикало на небольшую карту. И мы все-таки показали, на что способен этот дико фриз. Да. И показали, насколько он эффективно может реализовываться в матчмейкинговых боях. Ну и также у меня есть еще одно сочетание с диктатором. Которое в ближайшем будущем мы тоже протестируем. И рассмотрим. Потому что мне кажется, что оно тоже может очень-очень круто работать. Так. Ну и нас запикивает на хорошую карту. Это перекресток. 6 на 6. Идеальная карта для реализации такой комбинации. Понятное дело, что если сравнивать, например, с плато с сандалом и песком, то они смотрятся покруче. Но даже эта карта тоже хорошо, эффективно подходит под такую комбинацию. И я вчера, честно говоря, был этому моменту приятно удивлен. Ведь я думал, что диктатора фриз. Это несочетаемое вооружение. Но и как же жестко я ошибался. Ребята мне тоже на стриме писали, чтобы я эту комбинацию протестировал. Я изначально не хотел ее тестить. Читал, что она не жесткая. Но на самом деле это очень-очень крутая комбина. Так, ну и пробуем сейчас подстраховать тиммейта, если вдруг он не доставит. То доставим мы этот мяч. И попытаемся сейчас аккуратненько вместе с ним сыграть. Там уже целится шафт. Было бы очень неплохо, если бы он разрядился как раз-таки в этого молодого человека. Но в него он не разряжается. Соответственно, этот выстрел прилетит по мне. Но у меня выбора мало, поэтому я еду. Но и доставить, к сожалению, мне не дали. Можно использовать, конечно, еще и диктатора тяжелого. Если в бою, например, нет никаких иммунитетов дополнительных. Но я считаю, что у диктатора и так очень хорошая возможность толкать. То есть тяжесть вообще самого корпуса очень хорошая. И дополнительное утяжеление, как по мне, не нужно. Лучше иметь какой-то дополнительный иммунитет. Например, это эмми, например, это пробитие. И мне кажется, что даже пробитие будет поактуальнее. В связи с тем, что играют часто паладины. И вы будете сейвиться тогда от овера паладина. Ну, подавление будет, конечно, вам накидываться. Но все-таки главный момент, а именно иммунитет от пробития у паск будет. Ну и где-то это точно будет работать вам плюс. В плюс. И вы сможете свою комбину жестко реализовать. Так, мне надо сейчас на тиммейт какого-то овердрайв раздать. Попробовать сделать еще одну доставочку. Раздаем здесь прямо на своего викинга, который везет мяч. Но мне что-то кажется, что его сейчас унесут. Я вообще взрываюсь от дрона подрывник. Но наш тиммейт доставляет. Хорошо, хорошо. Доставочка есть. 3-0 ведем. Пока все очень круто работает. И вот этот вот плюс, за счет того, что вы получаете очки за поражание овердрайва. И при этом имеете овердрайв лучше, чем овердрайв, например, харька. Мне безумно нравится, да. И то есть, хп у вас больше, скорость хорошая за счет ловкача. Я вижу крайне маленькое количество минусов этого замечательного вооружения. Да, единственное, что я могу сказать. Это, ну, те ребята, которые, например, не привыкли играть на диктаторе. Они скажут, что, например, наносить урон тяжело с этим вооружением. Но я с вами не соглашусь, как игрок, который играет очень много и очень часто на непосредственно диктаторе. Да, я скажу, что с фризом очень круто. Можно все равно все это дело реализовывать. И никаких особо проблем с нанесением урона на диктаторе нету. Нету, просто нет. Да, вы также эффективно можете просто влетать и уносить противника. 4-0 уже видео. Это похоже на досрочную катку. На довольно даже, я бы сказал, простую досрочную катку. У меня постоянно тиммейты забирают мячи. Они так резво рвутся на доставке. Ну, и у них, кстати, это получается сделать. Не всегда, конечно. Но зачастую и получается. Пробуем сейчас сами доставить. Да, тоже доставочка очень легкая заезжает. Если вообще здесь все мячи доставлять в соло, да, что я, по идее, мог бы реализовывать, да, если бы там на тиммейтов не раздавал бы овердрайв, чтобы они тоже доставляли, то здесь, я думаю, что где-то 1200 за быстрые 7 доставок. Ну, больше 1000, я точно уверен, что можно набирать очков и за это очень некисло формить. Но, в принципе, если я даже в этом бою заработаю здесь где-то 700-800 очков, это будет тоже очень неплохой показатель. Попробуем сейчас раздать овердрайв сразу на тиммейта. И ворвемся. Ворвемся, надеюсь, на подборчики сыграю я. Ой-ой-ой, там овердрайв прожимает. Единственный момент, то, что сейчас у нас очень быстро закончился дополнительный критический урон. В связи с тем, что нужно было еще изменить траекторию, чтобы противник прыгнул вниз. А так бы, по идее, если бы мяч оставался бы сверху, то я бы с этим критом бы успел бы еще доехать до вражеского спауна. И там еще с критом тоже нанесут дополнительный урон. То есть, тот момент, что сейчас овердрайв диктатора и его критический урон работает настолько долго, дает вам возможность прожать овердрайва прямо от точки подбора мяча. И даже доехав до вражеской базы, у вас этот овердрайв будет работать и эффективно вы будете его реализовывать. Эта катка вообще, как по мне, очень круто заехала. 700 очков я свои заработал. 17 киллов. Но на киллы здесь особо смотреть не надо. Тут важно смотреть на количество очков и на то, как вообще вооружение себя в этом бою показывает. И я уверен в том, что диктатор в этом бою и в такой комплектации, комбинации показывает себя лучше, чем хорек, который мы недавно тестировали. Хоть и хорек является тоже очень-очень крутым вооружением. То есть, я имею в виду именно хоре-фреза. Но, если взвешивать все за и против, то диктатор сейчас является более универсальным корпусом. И я бы даже, наверное, сказал, что это тот корпус, который сейчас по праву, по праву, за счет нового обновления, может уже напрямую очень близко стоять с тем же Мамонтом и Паладином. Да, то есть, ну, понятное дело, что Паладин все равно очень сильный, да, идеальную катку у нас закидывает. Просто 0-6 и противник везет седьмой флаг. Это просто гениальный мувы матчмейкинга. Сыграем еще одну CTF-очку. Все-таки хотелось мне тоже бы показать, что у нас в CTF-ке будет происходить. Я, к слову, на этой комбинации ни одной CTF-ки не скатал. Я катал только регби. И катал вроде как еще штурм, да, то есть в этих режимах. За атаку очень неплохо показывало себе это вооружение. Но посмотрим, что будет у нас в CTF. Надеюсь на небольшую карту. Все-таки на большой карте, понятное дело, что очень тяжело реализовать такую комбинацию. За счет того, что у вас ближнебойная пушка. Да, вот даже, например, в такой карте, как Серпухов, эту комбинацию будет уже тяжело реализовать. Да, то есть это не самая удобная карта под такую комбину. Ну, но давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать. Если получится, то будет очень и очень круто. Тиммейт уже ввозит флаг. Я думаю, что можно было бы его здесь подстраховать. И попытаться вернуть флажочек. Наш тиммейт увез. Но если вернем, будет супер. Если вернем, будет супер. Пытается здесь противничек убежать. Это уже, к слову, второй молодой человек, который играет в нашем клан-теге. Который играет против, да. Это ребята из моего клан-тега. ЮТ-1-2-3. Ну, ребята, молодцы. Стараются что-то сопротивление здесь давать. Здоровается даже молодой человек. Немножко по глазу у нас. Так, ну мы пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем увозить. Пробуем увозить. Я надеюсь на то, что сейчас у меня получится это сделать. По овердрайву 50% уже имеется. Противник едет на меня. В центр тоже овердрайв у нас еще один появляется. Так, ну и фриз за счет того, что имеет свойство вот этой вот замечательной заморозки отключения ддшки противника. Тоже очень круто работает. Плюс адреналин, плюс большое количество урона. В общем и целом, мне все нравится. Все нравится в этой комбинации в дико фризе. Ну, исключение только то, что может закинуть на большую карту и на большой карте все-таки приезжать до противника потяжелее, чем это делать, например, на картах, которые 6 на 6. Где вы можете там, ну очень просто, да, добраться от одного, от одной базы до другой, да, и спокойно можете там уничтожить оппонента. Но все равно мы ведем уже 2-0. Противник, я так понял, сейчас тоже доставочку первого флага оформит. Но ничего страшного, овердрайв сейчас при подъезде к вражескому базе у меня будет. И можно будет попробовать его реализовать. 96, 97. Но мне неплохо было бы, если бы какой-нибудь тиммейт еще был бы рядом. Без тиммейтов рядом. Прожимать овердрайвы как-то глупо. Поэтому, наверное, прожмем этот овердрайв ближе уже к твоей базе. Противник пытается увести флаг на центр. Прожимаем здесь такой вот овердрайв. Не сказать, что он прям сильный, жесткий, да, то есть, ну такой дефолтный овердрайв. Но овердрайв нацеленный. Блин, было бы неплохо скинуть бы флаг. Они сами поддержат. Я попытаюсь вернуть. Мне кажется, что у меня возможность здесь вернуть будет. Будет очень даже неплохая возможность вернуть. Противник еще стоит АФК. Особо не понимаю, что происходит. Но подморозили, подморозили, подморозили. И может даже и не смогу вернуть. Да, не смог я вернуть. Но шансы были. Шансы были. Сейчас я думаю, что с респа попробуем еще раз. Варванцы главное, чтобы у нас не вернули. Диктатор подбирает здесь овердрайв. Раздаст ли он? Овер хорош, раздает. Ну и за счет критов мы точно здесь сделаем возврат. Даже если противник будет убегать. Мы за счет критического урона возвратик оформляем. Ну и было бы неплохо сейчас. Блин. Хотел сказать не получить подаву от хантера. Даже заехав за дом. Подава почему-то по мне прошла. Полностью не заехал. Так, а доставлять будем? Ааа, они не доставили. У них еще один увезли флаг. Они вот так вот стоят, что у них еще увозят с базы. Прикольно, прикольно. Прикольно играют молодые люди. Ничего страшного, мы попробуем сейчас вернуть еще один флажок. Попробуем заехать через центр. Противник, ну я бы сказал, что не сильный. Да, то есть в таких катках довольно просто. Реализовать свое вооружение. Флаг сервера происходит. Да. Логанула карта. У нас, ну возвратик я все равно здесь оформляю. Хорошо. Нас тоже вернули. К сожалению, нас тоже вернули. Ну ладно. Главное, чтобы сейчас у нас никто не увозил. Если что, чтобы молодые люди здесь дефали свою базу. Если не дефать будет, то мы, я думаю, что увезти сможем и сможем это сделать очень и очень просто. Так, залетаем сейчас по левому флангу. Нас уже тиммейт увозит. Осталось только его подстраховать и встретить. Там падает в минус. Не-не-не, гу без возврата. Ай-яй-яй-яй. В минус падает викингарик и тоже возвращает флаг с минуса. Так, ну ладно. У меня уже кд. Опять лаг какой-то. Боже, что за лаги? Благо у меня флаг здесь подобрался и не скинулся. Так, улетаем. По центру есть еще один овердрайв. Делать супер... Супер мув. Делаю супер мув. Но это опасно, если честно, мув. Я мог здесь не успевать забрать овер. Могло все не сработать так, как я хотел. Так, ну и еще одна рисковая вещь. Ну ладно. Это может быть уже перебор. Так, сейвим овердрайв. Оставляем флаг под какого-нибудь тиммейта. Я считаю, что вот этот, например, тиммейт должен флаг у нас неплохо держать. Попробуем сейчас вернуть. Либо наш тиммейт даже вернут. Да, наши возвращают. Надеюсь, что он доставит. Доставочка должна быть. Будем пробовать возить еще один. Хотелось бы сделать все-таки досрочку в этом бою. Я бы, наверное, даже прожимал бы здесь овердрайв на себя соло. Но с точки зрения получения дополнительных очков это невыгодно. Хотя, может быть, я бы и увез бы флаг. Да, то есть траекторию... Ладно, поменяем сейчас направо. Аптеки у меня нет. Ну, хоть какой-нибудь бы тиммейт появился бы рядом со мной. Я бы точно бы овердрайв нажал. А так не хочется делать не совсем грамотный мув. Прожимать овердрайв просто на себя в соло. Хотя, если сейчас противник, например, доставит, то это будет ошибкой, что я не прожал овердрайв. Это будет большой ошибкой. Да, и он доставляет. Глупо. Глупо было не жать. Ну ладно. Ладно, мы сыграем все-таки больше командно. Играем как саппорт вооружения. И с точки зрения командной игры это будет более грамотное решение. Я бы сказал так. Ну, хотя, не знаю, насколько оно более грамотное. Если я отдал пак противнику, отдал доставку, по итогу мы проиграем, то не совсем оно уже будет грамотное решение. Так, раздаем овердрайв. Самого долга. Ой-ой-ой, человека, боже. Это меня повело. Я так... Выгляд бросил на овердрайв, который падал на центре. Мне хотелось его так подконтролить. Что я чуть-чуть траекторию широко взял и улетел. Так, сорянчик. Мэй-то здесь сбил. Пафты какие-то накидывают здесь неплохие тычки. Так, ну, по ощущениям у нас досрочки в этой катке не будет. Это, конечно, плохо, что ее не будет. Но будем пробовать все равно. Будем пробовать врываться. Будем пробовать увозить доставлять. Миночку на отходе кидаем. Если вдруг мне что-то прилетит. Ничего особо не летит. Так, извини, шар. Я чуть-чуть тебя столкну. Доставочку хорошую оформим. Так, 4-2. Это можно сделать, наверное, досрочку. По идее, должно нам хватать времени. На досрочку. Молодой человек тут в минусе отдыхает. Наваливает. КП мне. Кизида потихоньку насунула. Печка у меня будет. Надо пробовать. Еще один флаг увозить. Еще один флаг увозить. Не, наверное, шансов. Но у нас есть еще 6 минут. 6 минут. Не будем пробовать что-то делать. Увердрайв сейчас должен появляться. Потихоньку. Так, Вика Рик прожимает овер. Еще и Вика Смака с овердрайвом прожатым. Нифига себе. В два овера решили залететь на нашу базу. Но мне невыгодно здесь ехать по праву. Поэтому траектория моя должна быть исключительно по левой стороне. Противник пытается увозить флаг. Ну ладно. Здесь чуть подсейвим свою базу. Лучше сыграем более надежно. Отдефаем. На верочку. Ну и если здесь уже не будет у нас возможности на досрочку, то я может быть даже буду прожимать сейчас овердрайва от дефа. Если противник будет сильно пушить. То есть, лучше мы тут на верочку будем выигрывать катку. Нежели я буду рисковать. И по итогу мы ее не сумеем выиграть. Так. Ну и единственный вот еще момент, который мне не нравится, когда ты играешь в таких катках и твоя вся команда дефит, а ты атакуешь. Это то, что негде раздавать овердрайв. Негде его раздавать. То есть, если я буду раздавать в соло, то я не буду получать дополнительный плюс. Да, от прожата вот этого овердрайва. А прожимать овердрайв на себя на респе, ну, это типа такое себе. Да, то есть, если бы я его раздавал бы и получал бы дополнительные криты бы на вражеской базе, плюс хп аптечку, да, и мина поставленная более грамотно. Это было бы куда выгоднее, чем я прожимаю этот овердрайв на своем спауне, раздаю его на тиммейт и, ну, там, доезжаю до половины от вражеской базы и, типа, такой себе плюс. Да, то есть, там, не сказать, что я прям сильно много с этого что-то получаю с точки зрения очков, да, с точки зрения возможности дополнительного увоза флага. Да, ну, и у нас, к слову, опять увозят флажочек. Похоже, это на доставку, если честно. Да, это похоже на доставку. Овердрайв будет через 40 секунд у нас на центре. Викинги тут прожимают тоже вражеские овердрайвы. Ну, пробуем что-то накидать. Я не знаю, тут, наверное, надо было бы вообще базу дефать. Потому что до строчки мы уже тут точно не сделаем. Противник увозит флаги. Овердрайв падает на центре. Мне было бы неплохо его забрать. Мне было бы неплохо его забрать. Раздаю сразу здесь же на тиммейта. И пробуем увозить, я не знаю. Вряд ли что-то получится. Хантер еще и прожимает овердрайв. Походу, у нас еще один флаг увезли, да? Да, у нас увезли флаг. Боже. Надо было дефить. Надо было дефить. Но еще пока не доставили. Есть шанс. На возврат. Не подбирает пока что никто. Ой-ой-ой. Серьезно? Офигеть, я вернул. Супер. Так, ну все, короче, давайте тогда лучше дефим. Две с половиной минуты по дефим базу. Все-таки до срочки у нас все равно в этом бою не будет. Ну а так, в принципе, твою работу, которую я мог, выполнял. Ну, понятное дело, что типа дико фриз на такой большой карте, это явно не лучшая комбинация для реализации. Да, то есть здесь условно я бы на каком-нибудь страйкере мог бы дать намного больше пользы. Но если рассматривать маленькую карту, да, то есть тот же условно перекресток, да, плато, сандал, песок. На таких картах эта комбинация будет очень круто себя показывать. И мне реально возможность саппорта и хорошего количества хп, плюс за счет ловкача хорошая скорость, мне эта идея очень сильно нравится. Ну тут давайте уже сыграем более пассивно. Дабы мы эту карту не проиграли, бомбу сейчас будет ставить, наверное. Бомбу ставится. Польфера фриз тоже пытается влетать, но у него еще где-то три захода будет. Вот этого хоппера фриза. Ну мы уже додефаем. Сыграем до конца. Здесь от своей базы попытаемся дотянуть, выиграть. Лаг происходит. Давайте пробовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Увоз на центр. Нет, хорош, хантер. Хорош, 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 хорош. Подсейвил. Вердрайв на центре был последний. И, к слову, это еще два захода где-то осталось у этого хоппера. Я думаю, что за такой промежуток времени больше заходов у него уже не будет. И у меня еще есть овердрайв. Овердрайв, который, к слову, было бы неплохо поражать как раз-таки на его следующем заходе. Это, можно так сказать, последний заход. И мы уже полноценно должны эту катку выигрывать. Так. Пролетает. Хорошо уносим. Диктатор раздает овердрайв на всю команду. Ну, а я же сейчас нажму овер просто, когда будет заход какой-то. Будет последний залетик. Прожмем овердрайв. И задефаем флаг. Вон там этот хоппер как раз. Теперь справа залетает. Овердрайв прожимаем. Отлично его сливаем. Ну, и катку выигрываем. Возможно, если бы я бы ехал дальше в атаку, можно было бы здесь побольше намного заработать. Очков. Может даже там 1200-1300. Каких поднять. Попытаться увести флаг. Но лучше сыграть здесь более надежно. Супер выиграть каточку. И забрать свой приз. Да. То есть по тиммейтам, по противнику. Но я не сказал, что здесь сильного уровня противники были. Да. Из-за нас тиммейты. Да, если посмотреть по ГС. Но с точки зрения реализации своего вооружения. Попытался сыграть более правильный и грамотный. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Играли вы на ней или нет. Было бы интересно узнать ваше мнение. Ну и также не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Если он вам понравился. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны. Ну и я в свою очередь попытаюсь в ближайшее время записать еще. Парочку, как минимум, игровых видосов, связанных с этим корпусом и не только. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok